Книга Исход, глава восьмая И в спальню Твою, и на постель Твою, и в домы рабов Твоих, и народа Твоего, и в печи Твои, и в квашни Твои, и на тебя, и на народ Твой, и на всех рабов Твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку Твою с жезлом Твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея, и Аароной сказал, помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за Тебя, за рабов Твоих и за народ Твой, чтобы жабы исчезли у Тебя в домах Твоих и остались только в реке. Он сказал, завтра. Моисей отвечал, да будет по слову Твоему, чтобы Ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удалятся жабы от Тебя, от домов Твоих и от рабов Твоих и от Твоего народа. Только в реке они останутся. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал к Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и воссмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл Твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона. «Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему так, — говорит Господь, — отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя, и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои, песь их мух. И наполнятся дома египтян песьми мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песь их мух, дабы ты знал, что я, Господь, среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет это знамение». Так и сделал Господь. Налетело множество песь их мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля от песь их мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, — Пойдите, принесите жертву Богу вашему в этой земле. Но Моисей сказал, — Нельзя этого сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам. И сказал фараон, — Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо Мне. Моисей сказал, — Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песь и мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра, только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу, и сделал Господь по слову Моисея, и удалил песь и мух от фараона, от рабов его, и от народа его не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа.